МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных новостях сегодня. Внимание, грипп! Специалисты призывают население делать прививки от инфекции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализация программы капремонта невозможна без платежной дисциплины населения. О том, сколько фонда удалось собрать на сегодняшний день, расскажем сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роль женщины в исламе, семье и обществе. В Духовном центре имени Пророка Иссы прошел форум «Рай под ногами материн». УФСИН Дагестана выступила с официальным заявлением по поводу появившихся в дагестанском сегменте соцсетей сообщений о бунте заключенных в колонии номер 7 в поселке Тюбе. Как сообщает пресс-служба ведомства, в колонии несколько осужденных попытались дестабилизировать обстановку, провоцируя на акции протеста остальных заключенных. В результате переговоров ситуацию удалось урегулировать без применения физической силы и спецсредств. На данный момент колония функционирует в штатном режиме. Прививаться от гриппа призывают специалисты Роспотребнадзора Дагестана. Сотрудники ведомства, как никто другой, знают, что вакцинация является самой надежной защитой от массового распространения инфекции. Именно поэтому в мероприятиях по профилактике они приняли активное участие. Ежегодное проведение прививок является защитой для нашего здоровья. Призываю всех жителей Махачкалы и горных районов не избегать этой процедуры, чтобы избежать долгоиграющих гриппов, подверженных осложнениям и долгого лечения, кстати, и дорогостоящего лечения. Прививайтесь на здоровье. На сегодняшний день уже привито около 382 тысяч человек. Это 12% от всего населения Дагестана. Наиболее оптимальным временем для проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после этого успел сформироваться до начала эпидемиологического подъема заболеваемости. В рамках подготовки к единическому сезону гриппа и ОРВИ в республике начата прививочная кампания против гриппа. Уже Дагестан поступила первая партия вакцины и на сегодняшний день привито 8% населения. В этом году всего мы планируем привить около 45% населения в республике. Вакцина абсолютно безопасная, очень эффективная и применена без никаких консервантов. Свыше 145 миллионов рублей собрано в Дагестане для реализации программы капремонта. С начала текущего года гражданам было начислено около 280 миллионов рублей. Отдельные муниципальные образования, где внедрен принцип единого платежного документа, собирают до 70-80% взносов. Среди лидеров по собираемости Касписки Сбербаш Дербент. В фонде отмечают, что выросло количество граждан, желающих оформить рассрочку по оплате взносов на капитальный ремонт. Это даст возможность избежать судебных споров и принудительных взысканий. Республиканский конкурс на знание правил дорожного движения накануне прошел в Махачкале. Около 100 участников, это в основном школьники и студенты местных вузов, проходили компьютерное тестирование. В течение 10 минут ребята должны были дать верные ответы на ситуационные вопросы. Таким образом, проверяется их умение применять знания в определенных дорожных ситуациях. Этот конкурс очень важен, так как наша молодежь приобщается к правилам дорожного движения, участвует в конкурсе, проверяет свои знания. И здесь несколько этапов. Ребята сейчас будут проходить, получается, на знание в категории B. Уже ребята, которые пройдут и получат высшие баллы на категорию C. И, конечно, они наши активисты. Распространение уже в своих аудиториях, среди студентов, среди друзей правил дорожного движения, агитировать, чтобы их соблюдали. Конкурс проходил в рамках просветительского проекта «Берегите друг друга» в планах организаторов проведения соревнования по муниципалитетам. Я советую всем изучать правила дорожного движения, потому что нету разницы, является ли водителем или пешеходом. Правила должны знать все. Можно не только изучить, а использовать все на практике. На данный момент, если, например, ты учишь только правила, это не так интересно. Я так считаю, что если мы будем пробовать это на практике, будет более интересно. Победитель получит сертификат на бесплатное обучение в автошколе ДОСААФ. А призеры – ценные подарки от организаторов и партнеров конкурса. Скончался известный российский востоковед Амри Шихсаидов. Историк, исламовед, профессор возглавлял археологические экспедиции по районам Дагестана. Амри Шихсаидов – прямой потомок идейного руководителя северокавказского имамата Магомеда Иракского и известного ученого-просветителя Гасана Эфинди Алкадарского. Шихсаидов открыл десятки книжных коллекций, сотни памятников арабской эпиграфии, а также документы по истории и культуре средневекового Дагестана. Он умер на 91-м году жизни. Телеканал ННТ выражает соболезнования родным и близким профессора. В Духовном центре имени пророка Исы прошел форум «Рай под ногами матерей». На мероприятии говорили о роли женщины в семье и в обществе. Для участниц звучали строки Корана, стихи и нашиды. Для детей провели увлекательную викторину. Об этом в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Мечеть имени пророка Мухаммада «Мир ему и благословение» – один из проектов Духовного центра. Он еще не достроен, но уже второй раз в Женщины Республики проводят на этом месте просветительский форум. Нас просят женщины, чтобы время от времени здесь их собрали. Потому что вот это место уже, пока еще строится, стало каким-то магнитом, куда тянутся люди. И вот женщины звонят, пишут, очень хотят собираться здесь. Для участниц звучали мудрые наставления об ответственности женщин, как матери, жены и дочери. Мероприятие сопровождалось чтением аятов священного Корана, религиозных стихов и нашидов. Людей, активно принимавших участие в социальной жизни Республики, отметили благодарственными грамотами. А детей, правильно ответивших на вопрос о религии, поощрили подарками. Особенно такие мажористы, которые проходят в таком священном, святом, культовом месте, я думаю, очень позитивный результат имеет. Мы с удовольствием принимаем участие в этих мажористах. Руководство духовного центра организовало для женщин приятный сюрприз. Одну из стен мечети поднимут именными кирпичами представительниц слабого пола. Именно вот этот передний час мы оставили для бонуса, для подарка, для женщин, тех женщин, которые активно проявляются. То есть, которые болеют, которые с нами. Мы знаем, что женщины сделали здесь большой нос. Мы знаем, им с ним кто-то есть, человек, который всегда впереди. Даже вот именно для тех людей мы оставили эту сторону. То есть, будут здесь именные кирпичи, будут написаны свои имена, и будет именно передний час мечети, где будет имам делать намаз. Женщины Дагестана и страны уже внесли огромный вклад в строительство духовного центра. Более 40 миллионов рублей из 7 килограммов золота было передано на строительство женской части мечети и минарета. И это еще не все. По словам организаторов форума, работа в этом направлении будет продолжена. Активная помощь женской части населения значительно ускорит ход строительства духовного центра. Здесь будут обучаться и воспитываться не только нынешняя молодежь, но и последующие поколения. Поэтому они делают все, чтобы стать частью большого проекта. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok